Привет всем дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим на тему повышения цен на консоли и аксессуары Xbox на территории Российской Федерации и попутно ответим на вопросы, а что же будет с ценами в украинском регионе и в общем-то я вам дам свои комментарии по поводу данной ситуации. Так что присаживайтесь поудобнее, вы находитесь на канале Ukrainian Geek, будем начинать, поехали! Собственно говоря, сама новость изначально просочилась в социальные сети, там как говорят навела кипиш, как петарда в курятнике, после чего уже Microsoft официально подтвердила сие события и прокомментировала это так. 1 октября произойдет корректировка рекомендуемых розничных цен на консоли и аксессуары Xbox в России, что связано с изменением курса валют. Таким образом, Xbox Series S, который ранее стоил 26 990, на секундочку, была очень-очень вкусная цена, теперь обойдется нам в 30 790 рублей, а Xbox Series X, который стоил 45 590 рублей, ныне будет стоить 49 990 тысяч рублей. Также я заметил, что один из самых востребуемых аксессуаров, в данном случае я говорю про Xbox Wireless Controller, уравнялся по цене с DualSense от PlayStation 5. И, друзья, как по мне, вот здесь просто 100% промах, поскольку данное устройство достаточно бюджетное, и бюджетность проявляется практически во всем, то есть он и шумный, и резиночек вокруг стиков нету, они тоже шумные, чего не скажешь о DualSense. Помимо этого, здесь есть и микрофон, и встроенный аккумулятор, и сенсорная панель, все здесь есть, как говорится, адаптивные триггеры, то есть это устройство в изготовлении 100% стоит дороже. Тот же самый аккумулятор, кому это нравится или не нравится, но он здесь есть, то есть на это были потрачены деньги. В свою очередь, Xbox Wireless Controller, да, он удобный, хорошо ложится в руки, неплохие материалы, но он достаточно шумный, в нем нет никаких новых технологий, единственное, что добавили, это одну кнопочку в шеер, и, как говорится, все. И при этом их берут и сталкивают лоб в лоб. Я бы еще понял, если бы майки выкатили обновленную версию с такими маленькими фиксами, хотя бы сделали бы его чуточку тише, добавили какую-то современную вибрацию, возможно, микрофон, в таком случае я бы сказал, окей, у меня нет никаких вопросов, и сам бы себе прикупил парочку таких геймпадов. Ну а так, друзья, как говорится, конкуренция штука очень жесткая, очень опасная, посмотрим, во что это все выльется. Итак, друзья, сразу же дам ответ на вопрос номер один, который со вчера завалил мою личку, и звучит он примерно так. Что же будет с ценами на консоли и аксессуары Xbox на территории Украины? Неужели они тоже подымутся? И здесь, друзья, как говорится, выдохните, все в полном порядке. Наши перекупы ездят в Европу, там они покупают Xbox давным-давно за рекомендуемую цену, после чего привозят Xbox и аксессуары на территорию Украины, здесь растамаживают все это дело, сверху набрасывают за свои услуги и продают их нам. Хорошо это или плохо, я не знаю, я склоняюсь к тому, что скорее хорошо. Официального Xbox на сей момент у нас в Украине пока еще нет, так что покупаем как получается. В общем-то, я думаю, что цены плюс-минус останутся на том же уровне, на котором они и находились до этого, и это хорошо. А вот что касается повышения цен на Xbox и аксессуары на территории Российской Федерации, здесь уже, как говорится, все куда более интересно и запутано. Давайте перенесемся примерно на пару месяцев назад и вспомним предыдущее заявление, которое звучало из уст Microsoft, звучало оно примерно так. Мы не собираемся повышать цены на Xbox, как говорится, всем все будет, всем всего хватит, без кипиша малята. Данное заявление было сделано после того, как Sony повысила цены в магазинах на PlayStation 5 и Microsoft очень вовремя подсуетила, сделала соответствующее заявление, как говорится, пиар-отдел, просто я вам рукоплескаю, вы отработали на 150%. И что мы видим сейчас? Правильно, Microsoft берет и повышает цены на свои консоли и аксессуары, а все потому, что в этом мире нет ничего однозначно черного или белого, все у нас относительно. Также и с компанией Microsoft, в ней работают просто тысячи сотрудников, это по сути корпорация, которая однозначно заточена на хороший такой сочный заработок денег. И удивляться, что они корректируют цены в современном мире совершенно не стоит, ведь там есть точно такие же работники, как и мы с вами, которые заинтересованы получать большие зарплаты, повышаться, развиваться и так далее. Также я хочу добавить, что повышение цены на консоль Xbox Series X, по моему скромному мнению, не особо повлияет на ее спрос, поскольку консоль однозначно удалась, у нее и с памятью полный порядок, и с производительностью, и диск есть куда вставить, в общем, есть за что платить. С другой же стороны, у нас есть достаточно урезанная, но очень классная за свою цену консоль Xbox Series S, и здесь все уже, знаете, не так однозначно. Одно дело, когда консоль стоила до тридцатки, и даже вот если взять по украинским ценам, до 10 тысяч гривен, это все еще классное устройство, за такую цену вы однозначно не соберете себе хороший компьютер, а здесь, как говорится, даже геймпад и операционная система все уже на борту. С другой же стороны, если взять украинские реалии, когда цена переваливает за 10 тысяч, и данная консоль начинает стоить, скажем, там 12-13 тысяч, это уже не кажется таким срочным предложением, поскольку на вторичке все еще можно найти, например, One X консоль, которая тоже очень мощная, к тому же выдает 4K, к тому же есть еще PlayStation 4 Pro на вторичке, и в общем-то нужно уже хорошо взвешивать все за и против, стоит ли переплачивать за S. Так что, друзья, я думаю, на территории RF с авторичкой похожая ситуация, и когда цена перешагнет отметку в 30 тысяч рублей, будет уже из чего выбрать. В общем, я думаю, Microsoft однозначно погорячились касательно консолей Xbox RSS, поскольку это все-таки компромиссное устройство, здесь и память урезана, и по графике есть свои недочеты, так что, в общем, будем смотреть, как разворачивается ситуация и чем это все закончится. В общем-то, друзья, на этом у меня все, жду ваши комментарии под ролик, как вы относитесь к всему событию, считаете ли вы, что консоль Xbox RSS по-прежнему остается самым лучшим предложением по соотношению цена и качество, и как вы относитесь к тому, что данный геймпад стал стоить столько же, сколько и DualSense. В общем-то, вы были на канале Ukrainian Geek, подходите сюда, я вас обниму, и до новых встреч, друзья, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok